Екатеринбург, 12 мая, РИА Новости Взрывные работы, проведенные на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, нанесли повреждения при паркованном во дворе соседнего жилого комплекса автомобилем, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы УГН Канина Пелевина. По информации Уральского информагентства Ура.ру, утром в субботу на месте телебашни, взорванной в середине марта, вновь проводились взрывные работы, сообщалось, что несколько камней разбили лобовые стекла автомобилей, припаркованных во дворе ЖК Артек. Среди местных жителей пострадавших нет. В пресс-службе УГМК, организатора демонтажа башни, подтвердили РИА Новости факт случившегося. Руководство ОО «Ледовая арена» подтверждает факт этого в высшей степени неприятного инцидента, который произошел сегодня утром, и гарантирует полное возмещение ущерба владельцу пострадавшего транспортного средства, минус сообщила РИА Новости Пелевина. Какие именно работы проводились на месте снесенной телебашни, собеседница агентства уточнять отказалась. Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. В итоге недостроенную башню высотой почти 220 метров было решено взорвать. При взрыве 24 марта нынешнего года обрушилась ее основная, верхняя часть. Основание башни демонтировали первого года. Продолжение следует...